Понимаете, социалисты первый раз проводят выборы самостоятельно. Нужно относиться к этому с пониманием. Если раньше социалисты шли на выборы, и у них были большие билборды, и были фотографии президента Российской Федерации, потом они шли на выборы при абсолютном содействии со всех сторон и заботе, и опеке со стороны Владимира Георгиевича Плохотнюка. Теперь социалисты оказались сами. И в этом смысле... Русские их оставили? Русские. Я не знаю, как вы говорите. Кто их оставил? Но в любом случае очевидно, что они сами чего-то там придумывают. В этом смысле никто никогда не строил иллюзии в отношении их способностей, их фантазий, их творческой инициативы. В президентской кампании вышло очень подробное расследование Райза, причем не одно, а то, как российские... Видимо, это исследование распугало всех российских пиарщиков, и они разбежались, кто куда обратно в Калининград, и ничего такого не происходит. Мы видим, что на этот раз социалисты пытались зацепиться за партию коммунистов. Коммунисты, наши коллеги, ответили им взаимностью, видимо, рассчитывая, что социалисты не пахнут. Ну а в целом получается, к сожалению, довольно негативный результат, но мне бы не хотелось сейчас так долго об этом говорить. Хорошо, а если коротко, на ваш взгляд, чья это была идея вообще создать этот блок? Это была идея Игоря Додонова, Владимира Воронина или Влада Георгиевича, как вы говорите, Плохотнюка? Понятия не имею. Но на чей почерк это похоже? Не знаю, это было очень конспиративное соглашение, значит, никто толком не знает, кто там о чем договаривался. Но, в общем-то, оно по-своему логично. Оно по-своему логично. Социалисты искали какие-то для себя неординарные ходы, нужно было что-то придумывать, что-то делать. Сами они работать не умеют. Они думали, вот давайте наймем коммунистов. Они привыкли работать и не умеют вести штабную работу. Ну, вот, в общем-то, как-то это так двигалось. Ну, а если серьезно, разве можно говорить, что от них осталось что-то с тех времен, когда партия коммунистов имела приличную фракцию в парламенте? Аура, харизма, что-то осталось. Вы имеете в виду ауру и харизму? Партии коммунистов. Лидера партии коммунистов? Ну, конечно, конечно, да. А для кого эта сделка выгоднее? Для социалистов или для коммунистов? Ну, для коммунистов, конечно. Коммунистов. У социалистов все так плохо, что пошли на такую сделку? Слушайте, не у социалистов все так плохо. У республики Молдова все очень плохо. Давайте так. Потому что мне не очень нравится, когда... Сейчас вот я буду говорить про партию социалистов плохо. Сейчас я вас буду спрашивать и про ПАСП, потому что вы про них тоже достаточно много говорите. А это нужно, Наталья, говорить одновременно. Понимаете? Это такой сиамский близнец красно-желтый. Значит, одно без другого невозможно. У социалистов причина роста рейтинга ПАСП. ПАСП, с моей точки зрения, и с точки зрения политической партии Гражданский конгресс, это большая беда. Ну, какая беда? Она такая вот, не скачет орда каких-то таких захватчиков, улюлю, так сказать, орков. Нет. Это такой ветер просто, который пройдет и после которого, в общем-то, ничего не останется. Ну, по разным причинам, может, вы меня спросите. Но причина этой беды, это продажная, антинародная, антисоциальная политика тех людей, которые называли себя долгое время левыми политиками. Левые политики – это люди, которые выступают за людей, а не за кульки и не за деньги. Эти выбрали деньги. И поэтому сегодня, когда они что-то пытаются говорить, люди из левого блока, так называемого, то они должны понимать, что сам их голос вызывает раздражение в обществе. И сегодня объединяться с ними – это объединяться с причиной того кризиса, который мы сегодня наблюдаем. Потому что приход такой большой, тотальный, фронтальный приход правых сил во главе с Майя Санду, конечно, сулит большие беды для республики.